Продолжение следует... ...в том, какие вопросы задать. А ответы на них вполне получаются элементарные. Вопросы... Начнем с первого вопроса. Чтобы не витать в облаках, что такое эволюция? Итак, понятно, что это некое изменение, некое движение. И для того, чтобы сформулировать нам более понятно, о чем мы можем говорить, говоря об эволюции, что мы подразумеваем, нам нужно отличить изменения движения, которые мы называем эволюцией, от других. Значит, я предлагаю взглянуть на изменения, различные изменения, которые нас окружают, с трех точек зрения, то есть выделить три типа изменений. Первое. Просто изменение присущих параметров объекту. То есть когда у нас тело движется, меняется температура, меняется давление, то есть объект остается объектом, ничего с ним не происходит, он не теряет никакой своей сущности, просто изменяет какой-то параметр. Второй тип движения наиболее ярко он проявляется в антогенезе. Развивается человек, да? То есть у него появляются новые параметры. Растают зубы, растают борода, появляются новые органы, если говорить об антогенезе в целом. И есть еще один тип движения. Да, но при этом можно сказать, что все эти характеристики, которые появляются во втором типе движения, они не уникальны. То есть то, что появлялось у меня, уши выросли, и появился моего сына, и моего отца, и деда. То есть они воспроизводимы. И есть третий тип движения, третий тип изменений, когда появляется что-то, нечто уникальное и новое. Чего не было никогда. Блекопитающие появились, мобильник появился, телевизор появился, первая живая клетка появилась. Да, он появился. Да, он? Да, он, знаете, уникальные изменения. В смысле чего? Что, до этого да, он их не было? Ну, когда появился первый раз, это было уникальные изменения. Ну, болезненный, ну, можно, наверное. Уникальная болезнь, да. Да, да. Значит, появление новых, уникальных. Я отвечу на то, что вы, наверное, скажете, в чем отличается эволюция и деградация, да, вы можете сказать? Ну, конечно. Если спросите, то отвечу. Так, значит, и вот по этой линии других вроде вариантов не наблюдается. Эволюция и предлагается, значит, первый тип называется изменения. Оно воспроизводимо и обратимо во времени. Развитие. Необратимо и воспроизводимо. Насчет воспроизводимости я уже говорил, что в поколениях развитие повторяется, но оно необратимо, старик никогда не станет молодым. И третий тип, новационное появление чего-то, это эволюция. Необратимо и невоиспроизводимо. То есть, понятно, что необратимо назад человека не загоним в обезьяны, а невоспроизводимо, потому что раз появившись что-то новое, оно второй раз уже не будет новым. То есть, мобильник, первый раз появившись, он второй раз уже не будет соответствовать эволюции. То есть, он просто будет воспроизводство. По поводу деградации. Деградация – это подвид развития. То есть, когда какие-то характеристики объекта теряются. Нет, деградация – это не новое. Деградация – это теряются. То есть, если мы человека можем описывать до зрелого возрастного развития, после зрелого возраста, как деградацию. Выпадают волосы, теряется память, могут исчезнуть какие-то органы. То есть, деградация – это потеря, по определению. То есть, если что-то появляется новое, это не деградация. Но это даун, не что-то потеряло. Регресс. Ну, это даун, нет. Это очень плохой пример. Дело в том, что… Какие примеры? Можно разграничить понятие прогресса и регресса. Нет, не прогресс, это не касаетесь. Даун, скажем, а человек с такими ушами и такими ушами. Но так же случается, как даун, я нормальный человек. Это просто различие между отдельными людьми. Он ничего не потерял, ничего не приобрел, просто другой. Это просто другой. Просто другой. То есть, есть блондин, есть брюнет, есть даун и есть нормальный человек. То есть, это просто у него другой набор хромосом. Он другой. То есть, у него также есть этап развития антогенеза, и дальше идет процессор деградации, старости и умирания. Так что это из другой области пример, а не касается изменения, развития и эволюции. Итак, значит, мы будем говорить только об эволюции, которая необратима и невоспроизводима. Наиболее характерна эволюция, слово эволюции, понятие эволюции вошло в нашу жизнь с биологической эволюцией, связанной с позапрошлого века. И долгое время, когда мы говорили, что вот эволюция, значит, биологическая только эволюция. Но если мы применим это определение, необратимое и невоспроизводимое, то понятно, что это движение существует и в социуме, и до биологической эволюции. Так, ага. Да, кстати, можно дать еще одно определение. Эволюция более простое. и более понятное на пальцах совершенно, чтобы исключить всякие вопросы, а является ли это эволюцией или не является. Когда мы говорим об эволюции, а не изменении развития, то подразумеваем, что для любого типа объекта явления на временной оси можно указать точку, когда этого объекта не было. то есть, что бы мы ни взяли, что бы ни взяли, человека, мобильник, клетку, вот если мы можем указать на исторической оси точку, а вот этого здесь не было, и быть не могло до этого, значит, мы имеем дело с эволюцией, с регулярным появлением новых объектов, про сложность можно не говорить, здесь, конечно, понятно, что все усложняющееся. А в другой галактике, вот Константин предлагает подумать, может быть, там тоже это все повторяется? — На этот вопрос есть элементарный ответ. Если мы не наблюдаем связи, если нет непосредственной причинно-следственной связи, то об этом говорить и не имеет смысла. Это имеется в некотором логически замкнутом пространстве. То есть, когда мы говорим о развитии, что развитие воспроизводимо у родителей, у ребенка, у внуков, мы понимаем, что это вот здесь, я могу сравнить деда с внуком, а когда мы говорим о где-то там может быть еще... То есть, скажем, у нас мобильник, я называю эволюционным событием, да, а мне скажут, а где-то за миллиарды километров световых лет там тоже еще чуть пораньше появился. Но поскольку мы это не сравниваем, то мы исключаем это рассмотрение. Нас интересует вот здесь, у нас на планете, в нашей галактике, то, что нам доступно. То есть, это такое ограничение, то есть, это стандартный вопрос. А есть ли это где-то там? Есть ли где-то там, это отдельно обсуждать. Мы рассуждаем в терминах муки. Итак, значит, для современной науки, современных людей вполне естественная эволюционная картина мира. Что когда-то был нулевая точка, здесь так абстрактно нарисован большой взрыв, понятно, что там нет никаких атомов, да, что наступил какой-то момент времени, когда появились атомы, наступил какой-то момент времени, когда появились молекулы, клетка, это высший млекопитающий социум, человек. И вполне естественно и логично для конца 20-го века и 21-го века представление нашло отражение появления новой концепции, новой теории, нового раздела научно-фонософского, скажем так, называемого на Западе «Большая история». У нас называется либо глобальный, либо универсальный эволюционизм. То есть, в принципе, это все и синонимы. Глобальный эволюционизм, универсальный эволюционизм, большая история. А почему только и вверх, а не зигзагом как-нибудь вверх, и вниз? Еще прогресс. В данном случае можно было не рисовать прогресс, можно было линию нарисовать. Но если мы здесь начнем откладывать сложность... Ясенович, у меня вопрос. Большой взрыв — это абсолютное начало всего? Не обсуждается. То есть, в данной концепции, я просто говорю, что мы подразумеваем, что... Вот, скажем так, когда мы говорим... То есть, можно вообще не называть большой взрыв. Мы можем сказать, что все объекты, которые мы наблюдаем, то был какой-то момент, до которого их не было. Может, это продолжить? То есть, экстраполируя назад, молекулы, атомы, элементарные частицы, и вот где-то есть та точка Т0, взрыв-невзрыв было, что... Мы еще вернемся к этому, но пока это... Может, вообще не было никакого? Может быть, как-то иначе... Может быть, как-то, да. То есть, скажем так, анализируя объекты, которые нам доступны в науке, да, вот теперь мы приходим вот к этой точке. Может быть, там... То есть, скажем так, это некий сингулярный момент, о котором мы не имеем права говорить ничего, потому что мы все можем быть в секретных объектах. Если мы утверждаем, что объекта не было, то и говорить еще не можем. Ну, по-моему, у нас такая привычка есть. Да, у нас такая привычка, да. Это, да, он неудачный, может быть, пример, но в генетике, да, вот семена берут и как бы высаживают, облучают, высаживают, появляются новые признаки, которые более жизнеспособные отбирают, которые менее жизнеспособные, и сами с собой погибают. Но, собственно, сама вот эта эволюция, да, она чем задается? Что ее движет? Что ее движет? Почему вот там... Так, слушайте, мы... Эта тема другая. То есть, пожалуйста, отдельная тема... Ну, кстати, мы уже задранивали тут на предыдущих семинарах. Это отдельная тема. Но я могу по-другому переформулировать, что опять же вернуться к деградации и эволюции. Где тут отличия? Нет отличия, потому что деградация и эволюция все не сравнивается. С эволюцией. Нет, ну, я же пояснил, что деградация к эволюции не имеет никакого отношения. Деградация – это обратный процесс развития. Но появились же новые качества. Нет, вы понимаете, что вы меня спрашиваете? Вот есть эволюция, а есть развитие. Вы спрашиваете, деградация – это разновидность развития. А вы не спрашиваете про эволюцию. Эволюция – это другое совершенно. Вы путаете термины. А эволюция что такое? Я только что рассказал. Необратимые, невоспроизводимые. Необратимые, невоспроизводимые изменения. Либо другой вариант описания, что признание того, что какой бы мы объект не взяли, всегда найдется на оси времени точка, когда этого не было и быть не могу. Вот, пожалуйста, я нарисовал, что вот здесь мы признаем, что было когда-то время Т, когда не было обезьян. Вы понимаете, вы меня сейчас давите, я про это, может, не могу обезьян. Нет. Вот у нас появились семена, у которых вот они вот кривые. Никакого никогда не было. И они, я не знаю, там, черные. Они были очень скучно. Этого никогда не было. Это эволюция. С вами умерли сейчас. Ну и что? Это не деградация. Все равно эволюция. Деградация касается конкретного организма. Вот пшеничца вот росла, потом засохла. Это деградация. Новый развитие. То, что, скажем, мамонты и динозавры вымерли, тогда непонятно, почему у вас эволюция от большого взрыва пришла к человеку. Она могла идти куда угодно. Могла. А вы сидите здесь? Ну, сижу. Это называется трудный принцип. Нет, это тоже... Я не пойму, что... Дело в том, что... О механизме... Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. К этому человеку пришла эволюция, а не к дегдауну, к этому искривленному семью. Мы идем как раз под эволюцию, а мы какая-то тупиковая. Не важно. Понимаете, это не важно. Давайте... Приявились новые признаки. Появился? Появился новый признак тоже. Вот, если появился... Нет, даун, хомо сапиенс. Даун, хомо сапиенс. Даун, хомо сапиенс. Представитель определенного вида, биологического вида. Когда-то была точка времени, когда не было этого биологического вида. Ну, когда-то было. Вот и все. Это достаточно. А различие между хомо сапиенсами, это не имеет... Значит, вы сейчас начнете говорить, а вот динозавры, а были динозавры такие, такие, раньше вы имели... Нас интересует только то, что... Когда-то не было динозавров, а потом они появились. И это называется эволюционным актом. Новационным актом. Появилось то, чего раньше не было. Появились пресмыкающиеся. Почему это называется эволюционным? Это можно называть там... Ну, это какая терминология. Ну, ну, я... Хорошо. Давай назовем это чудом божьим. Хорошо. Я буду называть это новационным. Противновационным. Давайте я буду говорить так. Пожалуйста, вот наша картина появления новаций. Это новационное движение. Новационное движение отображено по оси Т время, а это время новационного появления каждого из объектов. Я могу обходиться без терминной эволюции. Мне кажется, что это несерьезность. Это лишь одна вещь эволюции. Просто... Почему одна вещь? И семена, допустим, и всегда. Это просто другая ветвь. Это частные какие-то вещи, которые... Частные случаи. Это не частный случай. Это не частный случай. Если вы мне нарисуете... А если, допустим... Это текущий... Нет, это пример. То, что... Памкинки, это пример, в целом. Я понять, это совцы. Это не человек, это совцы. А это биологический мир. Это химический мир. Это физический мир. То есть можно признать, что химического мира когда-то не было. Вот и все. Это достаточно. А больше ничего не говорится. Допустим, если мы не знаем, что у Муравьев есть там супер-социум. Возможно, он есть, мы просто не знаем. Ну и хорошо, что не знаю. Высокая ветвь эволюции. Ну просто даже она решена не знаю. Вопрос о том, что существовали в Древней Греции микробы. Древние греки о них не знали. Но, несмотря на это, микробы существовали. Вот, ладно, поедем дальше. Значит, я... Это совершенно неважно в данном случае. В данном случае стоит, скажем так, вам остановиться на той мысли, что речь идет в рамках традиционной научной картины мира, в которой признается эволюция. И задавать вопросы, а верна ли она, ну, некорректно. Нет, это ошибочная концепция. Это ошибочная. Я покажу, почему она ошибочная. В этих рамках разговариваю. Вот. А ответ у Балалта, почему вверх? Ну, можно как угодно ввести параметры сложности, скажем, по количеству связей, да? Вот скажем, сколько связей элементов вот здесь, сколько здесь, сколько здесь, сколько здесь, сколько здесь. То есть, просто по количеству связей. В главном элементе эволюционной системы. То есть, скажем, если здесь у нас элемент нуклон, здесь молекула, здесь клетка, здесь человек, да? То есть, центральный элемент каждого уровня, он сложнее предыдущего. Как бы мы не трактовали понятие сложности. предыдущего? Ну, это да. Это уж отдельный вопрос, так. Тут качество другое. Вот. Значит, и... Вроде все в порядке, все понятно, но до сих пор, кстати, вот очень удивительно, что я хотел пролететь это за пять минут, что это не вызывает никаких проблем, потому что вообще, я повторяю, банальности сейчас. Да, да, да. Я говорю, банальности, которые... Не надо было даже называть, потому что... Да, вот. Почему? Мы оставим такой ряд, можно же другой последствий. Ну, нарисуйте другой ряд, ну... Хорошо. Другой ряд. Ну, это будет в первый день, во второй день, в четвертый, в пятый, в седьмой день. Вот будет нарисовано. Это все равно будет эволюция. Ну, будет. Ну, другая, но при этом... Вас не отнимает ваше видение никто, а идет речь о тех фактах, которые анализируются... Я просто пытаюсь понять, что вы хотите сказать. Вот я повторяю банальности, которые... И у всех сбора идет о большой истории, которая ставит, видимо, человека венцом. Не ставит венцом. Ну, это, видимо, картинка нас просто сбивала, в одном из случаях. Нет, она как картинка сбивает только потому, что... Но мы человека можно поставить до начала большого взрыва. Потому что... Человек не стоит. Мы сейчас не знаем. То есть, можно было... Кстати, можно было прервать вот на этом. Суть разговора не поменялась бы никак. Абсолютно не поменялась бы. А мы человека можем поставить до начала большого взрыва? Нет, не можем. Почему? А у вас есть факты наличия человека... А у вас есть фактор отсутствия? Да, естественно, что у физиков есть хорошая традиция. Каждые 12 лет опять собираться и запускать большой огромный канал. Его на 2 года, кстати. Нет, но если вы считаете, что в момент зарождения первой клетки был человек... Вообще нет. Ну, тогда вообще ни о чем не говорится. Почему я спрашиваю? Так я и говорю. Я вам объяснил. Вы мнение что-то новое. Давайте поедем. Все остальное просто сбило картинку, что у вас там какое-то развитие не указано. Я говорю, что нет такого развития. Нет, я о развитии не говорю. О развитии здесь я не говорю. Картинка сбила, потому что картинка для развития показана, а вы не говорите. Что вы сделаете? Вот. Казалось бы, все банально просто, но сейчас мы подошли к проблемам. Вот. А проблема заключается вот что. Что в этой картинке она не такая гладкая, как была нарисована на прошлом слайде. У нас имеется один мир, но древо. То есть вот этот этап до появления жизни логически, концептуально и научно не совпадает вот с этим этапом. То есть как вот на этом этапе мы признаем, что законы, которые описывают поведение биологического организма не существовали до появления биологического организма. Законы, которые описывают социум не существовали до появления социума. Почему? В виде чего? Где они существовали? Как мы можем, вот скажем так, вот у нас есть некие законы рынкоэкономические, да? В виде чего и где они существовали на биологическом этапе? Я говорю, что этот вопрос опять упирается в вопрос существовали ли микробы в древнем мире. Нет, нет, нет. Абсолютно. Нет, нет. Совершенно нет. Если есть некие законы, то есть есть носитель, которым он должен проработать. Ведь в чем они записаны были? Одно дело существование объекта, микроба, которого мы не знаем, а другое дело существование описания до появления того, что он описывает. Если Вселенная бесконечна? Ну, нет, давайте тебе, безъездщина. В этом случае законы существуют тоже бесконечно. А, ну, значит, где-то законы прибавочной стоимости или там какие-то и все, они где-то существуют на другой галактике, там, ну, в другом месте. Этот вопрос не закрыли, мы говорим о нашем. А потенциально? А где ничего же не возникает, где это ничего? Нет, я продолжаю свою мысль дальше. При этом вот на этом этапе, на этом этапе мы однозначно, с той же степенью однозначно, если как и на этом, признаем, что законы существовали на момент времени Т0. То есть в физике у нас сейчас исходно так, что законы, по которым формируется атом, формируются молекулы, существовали, были предзаданы на момент Т0. И вот эта эволюция, она описывается только как появление того, что уже должно быть при сложившихся условиях. Температура падает, давление падает, появились атомы, температура падает, давление падает, появились молекулы. Но при этом законы, по которым, набор законов, набор констант, которые говорят нам, как это происходит, существовали на момент времени Т0. Где существовали? Как существовали? Как в сингулярности они там были? В чем? Где они были записаны? Здесь мы четко представляем, что до появления клетки, законов в клетке нету. И это можно спорить, конечно. Есть люди, которые... А теория большого взрыва можно сколько угодно издеваться? Ну я теорию большого взрыва нету. Ну а с сингулярности хорошо. Ну вот я говорю, что вот на данный момент считается, что вот эти законы, они здесь существовали. А почему они считали, допустим, закон для существования клетки, как некое следствие молекулярной биологии, химии? Т0. Нельзя считать, а потому что они никак обобщенные... Т0.onsinд antibody. Ну нельзя, ну не следует никак. А чего не следует тогда? Т0. Anson. bakın тут не следует. Тому почему? По-моему большая история предполагает эволюцию законов к риму. Не предполагает? Не предполагает. Я предполагаю. Я предполагаю. Мамчур почитайте. Предполагаете? Не предполагай. Я предполагаю. Мамчур почитайте. Если не существовало законов эволюции живых организмов до того, как появились живые организмы, так как, а как из ничего, что ли они возникли? Я не обсуждаю сейчас механизм, я обсуждаю внешнюю картинку. Нет, это означает, что условия какие-то, законы, законы. Давайте, мы уйдем в совершенно другие вопросы, мы обсуждаем как. Мы обсуждаем картинку, вот есть картинка, что у нас очень четкий разрыв, что у нас в науке, скажем так, мы обсуждаем научную картину мира. Вот в современной научной картинке. Да, есть подобные годы непоследовательные. Да, в современной научной картине мира. Вот здесь у нас есть разрыв. Вот здесь описывается закон существования предзаданные, и как разворачивание. Здесь они появляются либо случайно, по современной научной картине мира, законы биологические появляются случайно. Ну вот так. Ну а как это, чего? Другого нету. Другого нету. С ростом придется. Где-то как-то случайно что-то было в луже, шарахнуло, бабахнуло, какая-то молния, там давление, все, как раз, клетка. А что за божественное проведение в момент времени Т какой-то, который вот делит, скажем так, нашу историю? Ну вот, вот он. Будем разбираться. Небольшое слово будет. Вот такая научная картина. Где признается, что появляется принципиально новое, и что не было предусмотрено на начало. И здесь вторая картинка, что законы были прописаны изначально, но все, что появляется, все же разворачивание этих законов. При стечении обстоятельств. При изменении... То есть некое знание химии и макриарной биологии нам не даст именно точного аппарата, чтобы описывать клетку? Нет, конечно, ты выводишь. Нет, на сегодняшний день нет. Ну, на сегодняшний день, да. Нет, я говорю, на сегодняшний момент научная картина. А, у нас разбито так, все. А вот это обезьяна, от обезьяны человек произошел? Да, да. А почему сейчас от обезьяны человек не продолжает? Давайте в следующий раз. Давайте в следующий раз. Это отдельная тема. Я просто говорю к тому, что это не факт, что от обезьяны... Хорошо, не факт. Почему в настоящее время... Да, в следующий раз. Я не говорю, что человек произошел от обезьяны. Не произошел от обезьяны. Почему? Человек от обезьяны не произошел. Почему в настоящее время... Да, да, точно так же, как мобильник... А, так, так... Как этот самый... Ноутбук не произошел от телевизора. Почему? Вот ноутбук от телевизора не произошел. Машина с гензиновым двигателем не произошла от паровоза. Вот с той же степенью человек не произошел от обезьяны. Почему мы сейчас наблюдаем множество случаев превращения человека в обезьяну, а обратного случая не возникает? Давайте, я буду прерывать, если это трех пустой, мы будем прерывать. Так, значит, движемся дальше. Нас интересует вот эта точка, и сейчас попробуем. Есть гипотезы, гипотезы, пульсирующие вселенные, что якобы нам параметры и законы, по которым началась наша вселенная, были верны из предыдущей, через сингулярность. Ну, то есть, вот были законы химические, физические, да, или, да, но тогда возникает вопрос, а почему биологические не были переданы, что за дискриминация такая? Вот. Значит, какие возможные решения? Значит, многие предлагают решение такое, что все законы были предыдущими, все они есть, все существуют, эволюция только разворачивания того, что было. Ну, в принципе, возможно, но только есть такой вопрос, а на социуме у нас закончилась эволюция или нет? А что дальше будет? Значит, еще мы должны на момент начала эволюции, скажем так, даже не обременную, у нас должно быть записано все, 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 все. А начало может, и не было? Может, и не было, неважно. По введенному определению, что всегда найдется такой момент времени, когда не было, чем было, да, значит, если мы возьмем самое что-то элементарное, мы придем к тому выводу... Вот то есть сейчас начало, когда ничего не было. То есть, если мы... Не было такого вообще. Что бы ничего не было? Ну, вот, и не было. Всегда что-то было. Это просто урель выбора. Что было, когда ничего не было, да, да. Хорошо. Есть другой вариант. Другой вариант. Это признать все законы эволюционными. То есть на начало, до эволюции не было ничего. То есть это было нечто неопределенное, без параметров. То есть получается так, что у нас, если действительно признать теорию Большого Взрыва, то в какой-то момент времени появляется столько много разнообразия, столько много законов и столько много параметров, спрашивается, а откуда они взялись и где они были. То есть вот это Маунчер. Вот. То есть есть другой вариант, что, ну, какое будет написание? Маунчер, она последние годы пишет, она самый известный автор в России. Да. Благодаря главную проблему. Да, какой год? Лена Маунчер. Да, какой? 2008-2009. Ну да, вот это у меня где-то лет 10 назад опубликовано было. Так, значит, вот другой вариант. Каждый закон появляется при своем носителе, является законом своего носителя. Вот. И, в принципе, такая картинка действительно соответствует представлению глобального универсального революционизма или большой истории. Можно просто, да? То есть получается молекул нельзя описать как совокупность законов для атомов? Можно описать. Но здесь вопрос... А клетку как? Дело в том, что здесь есть, скажем, есть сугубо химические законы, да, то есть в какой-то степени их можно редуцировать к физическим. Вот. Но, скажем, говорить о том, что появились гравитационные, сильные, слабые электромагнитные взаимодействия все сразу, то есть как-то странно. То есть больше предположительно, что сначала произошло, скажем, вот расщепление нечто на два элемента, и между этим нечто явно не может быть заряд, а может быть только не гравитационные взаимодействия. При дальнейшем дифференцировании возникают другие формы взаимодействий со своими законами. То есть есть сугубо химические... То есть о сведении, о редукции, о редукции в этом ряде, конечно, можно говорить, что где-то вот на грани, то есть дворя в клетке можно говорить о многоклеточности, да. Говоря о социальном поведении обезьян, можно говорить о социальных поведениях человека, этология занимается, да. Точно так же, говоря о физике, можно говорить о... и что-то даже на стыках, они пересекаются, да. Но в целом, в целом, взять физические законы, получить социальные... Ну, редукции не проходят. Редукции не проходят. То есть между ними все-таки что-то нечто. Так, значит, но тут мы приходим к проблеме. А, нет, мы еще не приходим к проблеме. Я хочу в связи с представлением по глобальному эволюционизму просветать немножко по антропным принципам. Немножко отклониться, делать маленькое отклонение от основной ветки рассказа. Что такое антропный принцип? Известно, наверное, большинство из вас, да. Вот здесь написано, то есть Картер в 73-м году сформулировал, а не в явном виде, без названия антропный принцип, это многие ученые до него еще формулировали. То есть это не его авторство, а авторство именно формулировок. Слабость. Идвис у нас. Идвис у нас сформулировал до 50-е годы еще, да. И это признанно, но он не назвал это антропным принципом и не сформулировал в виде вот четких формулировок принципов. И поэтому, когда говорят о слабой сильной, говорят о Картере. Значит, слабый антропный принцип. Наше положение во вселенной необходимости является привилегированным в том смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием как наблюдателя. Ну, подтверждение антропного принципа считается, что при анализе малейших изменений законов физических доли процентов получается так, что жизнь невозможна. А сами антропный принцип изначально сформулирован из анализа совпадения больших чисел. Это тоже такая отдельная история в физике, в астрофизике. Так, и слабый антропный принцип. Вселенная исследуют фундаментальные параметры, от которых она зависит, должны быть таковой, чтобы в ней на некотором этапе эволюция допускалась существованием наблюдателей. Можно? Да. Пока что я ничего. Да, вот. Теперь обратимся, что же нам говорит глобальный эволюционизм или эволюционная парадигма о антропном принципе. Допустим, мы берем некое животное экзотической окраски и находим его в степи. И окраска этого животного совпадает в краске этой степи, этой местности. И мы начинаем думать, с какой вероятностью могла возникнуть эта местность? С какой вероятностью могла возникнуть вот такая окраска, что она совпала с окраской этого животного? Вот чем занимается антропный принцип. Если мы исполним из понятия глобального эволюционизма, что это единая цепочка эволюционирующая, то антропный принцип ничего не говорит, кроме простого констатации, что человек является определенным этапом развития эволюции. И как бы она ни шла, тем более, когда мы отказались от разделения эволюции на два, две зоны, формальный эволюционизм и истинный эволюционизм, и констатировали развитие законов, то понятно, что законы будут развиваться и только так, и никак иначе, чтобы в конце получился человек. Значит, слабый антропный принцип констатирует лишь наличие о социо-эволюционном этапе. Он есть, да, сильный, обуславлен с предыдущим этапами. Да, он обуславлен биологическим, химическим и физическим. Ну а проблемы начальных параметров и соответствия совершенно снимаются, потому что начальные параметры таковые и исключаются. Вот за вопрос можно, значит, отличие сильного и слабого принципа заключается в том, что слабый говорит, что если есть наблюдатель, значит законы вселенной таковые. А сильный говорит, что наблюдатель должен быть. Наблюдатель. Он говорит, что они таковы, что обязательно должен быть наблюдатель. Вот слабый констатирует, что... Если есть наблюдатель, значит закон физики... Что законы физики... Давайте вернемся. Оно говорит о положении наблюдателя, что наблюдатель, вот он такой, потому что он есть, наблюдатель, данные конкретные параметры. А сильный говорит, что данные конкретные параметры таковы, чтобы обязательно возникнуть и наблюдатель. Ну, в принципе, разница. Обычно не констатируют разницу между слабым и сильным, а просто говорят, что вот человек во Вселенной не случайен, и параметры Вселенной соответствуют тому, чтобы он появился. Или, наоборот, поскольку он есть, то параметры Вселенной именно таковы, чтобы он был. Типперс формулил финалистический антропный принцип. Во Вселенной должна возникнуть разумная обработка информации, и раз возникну, она никогда не прекратится. Ну, я сформулировал сильно финалистический, разум как важнейший интегрирующий элемент в процессе самопознания мира с неизбежностью приводит его к финалу. Но к финалу приводит и биологическая эволюция, и социальная эволюция, и химическая эволюция, поэтому сильный антропный принцип... А можно же вообще сказать, что никакой эволюции нет? Не потому, что не возникает новации, а потому, что на самом деле всякая эволюция, которую вы говорите, в том числе и с антропным принципом, она приводит к тому, что это мы выбираем в каком-то движении какие-то этапы, другие этапы. То есть в данном случае мы же как выбираем систему координат в обычном движении, да, как в одной системе координат может быть движение, в другой не может быть движение, да. Вот в одной системе координат, в одной из взглядов на мир, вот с фиксированной точки зрения, где мы фиксируем временную ось, мы замечаем, что на этой временной оси происходят вот такие-то явления. И это явление мы называем эволюцией. Может быть, при другой фиксации положения наблюдателя этого не будет происходить. То есть в данном случае, опять возвращаясь, мы сейчас анализируем некое положение дел в одной системе координат. Эта система координат называется современная научная картиномера. Это понятно. Но то, что в некоторых, в какой-то другой системе координат, его может быть... То есть если мы станем на позицию абсолютного наблюдателя, абсолютного субъекта, никакой эволюции не будет. Нет, вопрос-то еще в том, что, понимаете, здесь заложен принцип от простого к сложному. Ну, это не заложен принцип. Мы выбираем так, что всякая сложность состоит из простого. У нас в нашей изначальном методе постижения мира это заложено. Мы не постулируем это. Вот я изначально не постулировал сложность вообще. Но если мы... Мы скажем, вот есть любой объект, да, и есть какое-то время на временной оси, да. Вот есть какая-то точка, когда не было компьютеров, да. Есть какая-то точка, когда не было телевизоров, да. И если мы сравним их с сложностью, мы как эмбирический факт примем, что менее сложный появился раньше, чем более сложный. Это эмбирический факт, а не постулирование. Это вот просто вот мы, скажем так, сначала констатируем, вот берем все объекты, какие есть, ставим точки, когда их не было. А потом начинаем считать элементы в этих объектах. Вот посчитали элементы в компьютере, посчитали элементы в телевизоре. И пришли к выводу. Ах, 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 а получается так, что ряд именно идет от простого к сложному. Мы не постулируем это, это получается эмбирическое наблюдение. Это чисто эмбирическое наблюдение. Я ничего о сложности не говорил, но действительно, мне нужно было не рисовать вот это вот, а рисовать вот так. Вот. Так. И вообще, в рамках глобального эмуляционизма следует сформулировать антиантропный принцип. Антиантропный принцип. Что человек не занимает никакое преимутированное положение во Вселенной. Человек занимает то же самое положение, что и обезьяна, то же самое приложение, что и клетка, то же самое, что и молекула. Просто констатация, что это определенный этап эволюции. Антиантропный. Почему он выделен? Ну, выделен он только потому, что вот я человек, говорю об этом, да, и вот, ну, выделил. И потому, что следующего этапа мы не знаем. Поэтому он выше этап. То есть, говорил бы я сейчас обезьян, на уровне обезьян, я сказал бы, что приматологический принцип был бы у меня тогда. Приматологический принцип. Что мир таков, что приматы должны существовать. Вот. Или химический принцип. Поэтому в рамках глобального эмуляционизма вообще от антропных принципов следует отказаться, как ненужных, а констатировать антиантропный принцип. И переходим теперь, возвращаемся опять к нашей той картинке. Я повторять ее не буду. Вот. Чтобы выделить на ней еще один парадокс, еще один сложный момент, на который действительно не обращают особого внимания. Сначала я хотел тоже отметить, что развитие науки, развитие познания у нас постоянно идет в отказе от абсолютных представлений к идеям относительности эволюционизма. То есть было представление о неподвижной земле, центре мира. Абсолютное представление. Было представление о абсолютности времени и пространства. Было представление о бесконечности и Вселенной, и неизменности. Вот. Мы получили потом принцип относительности Галилеи, теорию эволюции Дарвин, специально общую теорию относительности, теорию национальной Вселенной. То есть мы постоянно в процессе развития науки отказываемся от абсуритических принципов и идем в сторону признания относительности, релятивизма. Вот. И уже заметили, что в заголовке написано, что за специальным принципом относительным, общим принципом относительности, может быть последующий глобальный принцип относительности. Вот попробуем к нему подойти. Вот на той картинке, которую мы рисовали, когда я говорю, что каждый закон появляется со своим объектом, которому он соответствует, что вначале не было бы ничего, он противоречит, это картинка современной физики, современной научной картине мира, в которой существуют законы сохранения. А законы сохранения нам говорят, что если в некотором взаимодействии происходит сохранение нечто, что мы называем энергией, то это сохранение происходит и в следующем взаимодействии, и в следующем. И так, по цепочке мы должны признать, что вся сумма энергии, которая сейчас есть во Вселенной, она должна существовать на Т, в момент времени Т0. Ну, условно так назовем. То есть мы наследуем эту энергию, что противоречит вот этой нашей картинке, и что противоречит представлениям о реальной эволюции, которую мы наблюдаем на биологическом и социальном этапе. У нас не происходит чего-то такого предшествующего глобального, скажем, что была некая сумма денег до появления экономики, и она сохранилась на протяжении всей экономики, дошла до нас. Ну, как бы эквивалент энергии какой-то, да? Вот. Или какой-то жизненной силы, которая была уже на момент появления первых клеток, и она сохранилась жизненной силой. То есть мы не наблюдаем никаких таких моментов. То есть, если мы физике говорим, что в некотором моменте Т2 произошел обмен энергии, сколько энергии отдали, столько и приняли. Момент Т1, та же самая картина, это же энергия, ой, здесь нужны штрихи, а Т1 и Т2, да? Вот. И мы признаем, что сумма энергии на Т0 равна Т1 и равна Т2. Если мы обращаемся к социуму и берем, скажем, какие-то продукты, экономику, то мы понимаем, что при любом обмене количество денег, сколько я отдал, столько получил. Я пошел в магазин, я отдал 5 рублей, у меня забрали 5 рублей. Эквивалентность обмена соблюдается. Но это не значит, что если я сейчас купил мешок зерна за 100 евро, что тысячу лет назад он был продан за 100 дублонов, что 100 дублонов равно 100 евро. То есть эквивалентность в обменных процессах в социуме и в биологии сохраняется. Но это не говорит о том, что она тождественна в разные моменты времени. То есть они не равны, и мы признаем, что в момент времени Т0, до появления экономики или до появления жизни, вот эта сумма, чем обменивается, равна была нулю, и в каждый момент времени они не равны. Мы это как-то понимаем. А теперь спросим, а как мы можем проверить, скажем, обменный процесс взаимодействия атомов в современной лаборатории и миллиард лет назад? Можем ли мы проверить? Есть ли у нас физическая возможность сравнить? Мы можем утверждать, что тогда, в тот момент, тоже соблюдалась некая эквивалентность. Эквивалентный обмен проверить не можем. Но проверить не можем. Поэтому мы должны констатировать, так, ага, это я уже сказал. Так, из утверждения, безусловно, выполнение закона сохранения энергии в каждом отдельно взятом локальном взаимодействии никак не следует заключение, что абсолютное значение энергии, передаваемое в обменных взаимодействиях в различные моменты времени, на разных этапах эволюции не расстается одними и тем же. И мы сформулируем принцип локальности выполнения закона сохранения энергии. Закон сохранения энергии выполняется локально в каждый момент времени. И мы не имеем права говорить о том, что в другой момент времени, в этом же взаимодействии, было передано абсолютно то же количество энергии. Некое другое. То есть, если говорить о, как бы, объяснении этого, скажем, меняется метрика мира, меняются поля, и она влияет на все объекты. На все объекты. И на тот, кто принял энергию, и кто отдал энергию. Эквивалентность всегда сохраняется в законе, но количество ничего нам не говорит. Вот. И для того, чтобы подтвердить принцип локальности выполнения энергии, нужно ввести принцип глобальной относительности. Глобальный принцип относительности, который формулируется просто. Никакими измерениями невозможно различить систему отсчета, находящуюся в различных точках времени. То есть, у нас есть общий принцип относительности. Никакими измерениями нельзя различить две инерсально двигающиеся системы. Есть общий принцип относительности. Никакими измерениями нельзя определить, движется ли ускоренно тело, или находится в радиационном поле. И глобальный принцип относительности. Никакими измерениями нельзя определить момент точки, в которой находится измерение. То есть, нельзя сравнить две системы, разнесенные в разные точки времени. Глобальный принцип относительности. Что это может дать физике? Ну, в принципе, введение параметра времени в законы и согласование. То есть, скажем, у нас есть система уравнений, и она всегда согласованная, но согласованная при изменении параметра. Тогда у мира начала быть не может. Почему? Ну, потому что начало, как бы, оно выделяет системы, которые до начала, там, или как-то там, и которые после. Здесь вот сложный момент. Да, не может. Скорее всего. То есть, мы можем... Здесь вопрос... Я всегда концентрировал внимание на том, что мы не говорим о начале, а говорим о точке, последний объект, который можем констатировать. А до этого мы не имеем права говорить. То есть, смотри, я не выделяю точку Т0. То есть, если мы принимаем мою формировку эволюции, то есть термин эволюции, да, когда... Что мы можем всегда выделить такую точку, если мы рисуем эту ось времени, и можем выделить точку, когда не было компьютера, когда не было телевизора, когда не было атома, вот мы выделили, можем ли мы еще... Если мы скажем, что еще что-то было, мы еще отнесем, еще отнесем, но в данном случае всегда гипотетически когда-то есть какая-то точка, которая... Ну, не точка, скажем. Это множество. Там даже бесконечно может быть точек. А системы можно различить вот этими новациями? В одной новации есть, а в другой нет? Никакими измерениями. В данном случае касается физических. Ну, и физически тоже есть, допустим, эта молекула или нет ее? Вот тут вопросы... Это очень интересный вопрос фазовых переходов между отдельными этапами. Как происходит формирование нового закона? Новый закон, конечно, меняет, но если... То есть, скажем так, наверное, нужно сформулировать. В рамках текущего эволюционного уровня от отрезка времени мы не можем это констатировать. Дальше, появление нового закона, он... То есть, скажем так, у нас вот есть этот временной параметр, который сохраняет баланс законов, потом происходит сингулярность, словно появляется новая система, и она опять так же подчиняется глобальному принципу относительности. То есть, это говорит о системах, ну, одного уровня, скажем. То есть, скажем так, если появились новации, это с тем другого уровня уже. То есть, все-таки глобального нет. Скажем, есть какой-то локальный принцип относительности. А мир, в принципе, прерывный, и развитие прерывное. Ну, просто понятие прерывное. Есть как бы, есть какой-то постоянная вот такая сингулярность, что вдруг возникает синоват. Я подвожу итог. Значит, что бы я хотел сказать за сегодняшний вечер. Ну, первое, это то, что вот выделить, что современная научная картина мира неоднозначна. Да, и хотя она утверждает, что она признает эволюционная, она эволюционная, но в ней существуют две сферы, которые не стыкуются никак в современной научной картине мира. Что ее можно стыковать, только признав эволюционность самих законов. Ну, можно и другие варианты, я предлагаю такой вариант. Признав этот вариант стыковки, мы сталкиваемся с проблемой законосохранения энергии. Значит, чтобы решить эту проблему, я предлагаю ввести принцип локальности законосохранения энергии. Что не противоречит никаким измерениям, ничему не противоречит. Потому что мы не имеем права сравнить измерения в разные моменты времени. Мы не можем. То есть, скажем, если приборы за тысячу лет изменились вместе с тем, что измеряемо, то они покажут то же самое, что и тогда. Но это не говорит о том, что какие-то отменные существа сохранились. И что нужно ввести глобальный принцип относительности, который констатирует, что мы никакими измерениями не можем различить системы измерения, расположенные разными. Из-за того, что приборы, они как бы часть материального мира? Ну, они часть мира, они меняются вместе с миром. И то, что они измеряют, они нам всегда будут показывать. То есть, некий эталон энергии, там, допустим, джоул, он тоже меняется. Ну, он будет так так же меняться, да. Но то, что он будет те же пять джоулей, что и было миллион лет назад, мы не можем отыскивать. А они как бы разные. По-абсолюту, как вы говорите. Но они вообще не сравнимы. То есть, вот они имеют в виду, что пять джоулей тогда это была некая мера работы. И сейчас, но по-абсолюту, то они как бы разные. Ну, может быть, то же самое, как, скажем, 100 дублодов и 100 евро. Действительно разные. Но отданы за одно и то же. Можно высказать? Да. Значит, мне кажется, самая интересная концепция у вас, безусловно интересная, в рамках принятой парадигмы сейчас. Ну, так-так, естественно, это рак. Хотя эта парадигма, принятая сейчас в международном сообществе ученых, она очень спорная. Я коснусь сейчас этого. Но в вашей концепции самое слабое звено, это то, что, вот если логику вашего рассуждения продолжать, то можно сказать, что физические или вообще законы природы, они производные под физические взаимодействия. То есть сначала происходят физические взаимодействия, а потом уже, так сказать, формируются вот эти законы, которые... Одновременно, я утверждаю, что не может быть понятия, то есть именно все основано о том, что не может быть законов без носителей этих законов, и не может быть того, чего есть носитель, без законов. Но подчиняются физические взаимодействия или вообще взаимодействия природы законам, или не подчиняются? Физические взаимодействия. Вот есть какие-то взаимодействия природы. Они определяются законами? Здесь есть неоднозначность трактовки термина «закон». Оно у нас используется в двух смыслах. Закон – написанная формула, и закон – как то, что внутреннее присущее. То, что внутреннее присущее понятие, закон, по которому происходит взаимодействие, оно не может быть оторвано от самого взаимодействия. А то, что мы формулу написали, подчиняется формуле, конечно, не подчиняется формуле. Это глупый вопрос. То есть, если разбить эти два понятия, то вопрос пропадает. То есть, есть… Я понял. Спасибо. Теперь, значит, что касается биологической эволюции, конечно, если взять какой-то локальный участок, если не брать, что цивилизации биологической эволюции где-то уже происходило, в нашей метагалактике, еще в каких-то местах, то можно с этим согласиться, с биологической эволюцией. Что касается эволюции физического. Значит, она ведь представление… Как вообще появились представления о том, что физический мир или Вселенная эволюционирует? Ну, вы знаете, сначала была альштейновская картина мира, Вселенная замкнутая, да, сама на себя там имеет определенную некую форму. Вот. Потом вдруг Фридман выбрал, что из уравнения, так сказать, Эйнштейна следует, что она может и расширяться, и сужаться, и так далее. И Хаббл, который обнаружил красное смещение фотонов, он расширяет Эйнштейна буквально, так сказать, в обсерваторию… Я могу вас привозить, потому что вот данный, вот данный ветхый разговор и данная тема не касается эволюции никак. Нет, касается. Не касается. Сейчас увидите, что касается. Буквально ввел в обсерваторию, чтобы показать. Вот смотрите, Альберт, она расширяется. Красное смещение обнаружено. Через несколько лет Хаббл пришел к выводу, что красное смещение объясняется не аффектом Топлера. Опубликовал по этому поводу, как честная ученая работа, его уже никто не услышал, потому что все были в плену вот этой эволюционной парадигмы. Это не эволюционная парадигма. Значит, красное смещение… Можно я закончу сюда, заходу к рассуждению, потому что я собьюсь и сам прекрасно, а потом уже. Дело в том, что по шленому красное смещение очень просто объясняется действительно старением света. Хорошо. И больше, более того, в пользу того, что Вселенная эволюционирует, кроме красного смещения, же говорит еще и микроволновый фон, вроде бы, трактуемый реликтивистами, как… Давайте на правах. Да, как реликтивисты. На правах докладчиков я оборву эту верху, потому что они имеют никакого отношения к эволюции. Вы рассуждаете на тему, расширяется ли Вселенная или не расширяется. Это не эволюция. Тему стационарности и нестационарности. Стационарности эволюции, ой, Вселенной, это не эволюция. А что это? Просто расширяется или не расширяется. Вот я шарик буду надувать или сдувать. Это эволюция шарик. Это не эволюция. Это просто изменение параметров. Она стационарно или нестационарно. Это не имеет никакого отношения к эволюции. Такое новое происходило, новый там супер-купер-квазар-пульсов. Вот это была бы эволюция. А что они там... Но расширяются или расширяются? Ну что? Да, это вопрос. Нет, нет, нет. Действительно есть как бы некий толчок к нестационарному мышлению. Это было дано. Но вот с точки зрения тех проблем, которые мы здесь обсуждаем, это не имеет... Вот где вот здесь вот можно говорить о том, что она расширяется. Она могла быть и сжиматься, и что угодно. Это не влияет на... То есть вы говорите о субъекционной стадии? Нет, нет, нет. Я вообще не говорю о Вселенной здесь. А, вообще не говорите о Вселенной. Вот есть формальная... Есть ось времени и есть признанная в науке появление некоторых феноменов. А при этом, что происходит... Она может сжиматься при этом. Вот ничего не изменится. Ну да, с эволюцией Вселенной это же связано. Это не... Общий словар. Общий словар. Это не эволюция Вселенной. Слово эволюция используется в нескольких разных смыслах. Вот в том смысле, в котором я его определил, это не эволюция Вселенной. Это изменение Вселенной. Даже не развитие, а изменение. То есть некий параметр Вселенной изменяется. А принято говорить, в фантовой механике часто используют слово эволюция. Эволюция — система. Ну там нет никакой эволюции. Просто изменение. Вот. То есть это просто из-за некорректного использования термина эволюции. Происходит это смещение и переносится. Да, потому что это не тема эволюции. Хотя интересное, отдельное, все, но... Действительно, ему не нужно было рисовать вот этого. Главное, что вот и наряду не нужно было рисовать. Нужно было для понятности просто, чтобы есть некая точка, вот не область, скажем, есть некая область, за которой там чего-то. Мы не можем. Вот здесь мы четко можем сказать, уже атом есть, и молекулы, и там вот телевизор есть, компьютеры есть. Согласились бы с тем интересом, что вот ваша картинка отражает гносиологическую реальность? То есть наши познаватели нужны никак не антологическую? Антологическую. Антологическую в рамках антологии современной научной Но если вы не антологическую, тогда вы все равно должны выходить на космологическую реальность? Нет. Дело в том, что антологии бывают разные. То есть есть регион антологии, которые не занимаются космологической. То есть мне не потребовалось обращаться к космологическому региону антологии. Это научная, современная, научная картина мира, современная онтология, в которой есть, конечно, и онтология космологическая, но здесь для пояснения вот этого разрыва он не нужен. Нам обращение к космологии, он не нужна. Есть другой момент, проблема, которая, кстати, вот книга, где это изложено, лет пять назад я издал, там есть проблема обсуждения, следует ли признавать космологические изменения как эволюционные. И там объяснено, что нет, они не вписываются в понятие соответствия структурной эволюции, временной и пространственной иерархии. Не вписываются они в последовательность, поэтому их не следует рассматривать как эволюционные. Но это отдельная тема, не очень интересная, как это такая. А что такое революция? Революция? Это еще одна технологическая проблема, которую немногие, но очень часто путают. Слово эволюция, эволюция, есть два значения. Одно значение, вот в этом смысле, как появление нечто нового, как биологическая эволюция. От клетки. Прямо, стоп, 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 я отвечаю, отвечаю. И второе значение эволюция. То, которое используется в противовес революции. То есть революция скачкообразная, эволюция постепенная. То есть это два независимых смысла термина эволюция. Подожди, скачкообразная и постепенная. И вот революция, революция, это скачкообразное изменение. Эволюция, как противоположная революция, это постепенное изменение. Но оно не имеет никакого отношения к термину эволюции, используемому, вот в этом смысле. Два смысла есть у термина эволюции. Нет, но у вас есть какая-то точка начала. Ну да, в случае. Ничего не было. Значит, у вас какое-то происходит качественное изменение к точке начала. Нет такой точки. Ну как, пожалуйста. Я уже отказался. Я просто... В данном случае... Вот этот красивый ежик был признан тоже ошибочный. Ну скажи, вот, обезьяна, начало же есть? Есть, конечно. Значит, точка начала, где появляется что-то новое, качественное. Ну, назовите это революцией. Нет, значит, качественное изменение, это революция, а некачественное, это революция. Дело в том, что изменение всегда качественное. Ну как, может, если... Нет, вы рассказываете о развитии, где накапливается какой-то параметр, там нет качественных изменений. Ну как же нет качественных изменений? Вы что, качественно не определитесь, кружка горячая или холодная? Это не качественные изменения. Как же не качественные? Это температура... Это слова, это слова. Нет, ну хорошо, тогда у меня такой момент. Что было, когда ничего не было. Ничего не было. А в чем причина законов природы? Какая причина законов природы? Неизвестно. Нам не дано. Да никогда не дано. Вы отрицаете эту причину? Отрицаете эту причину? Или говорите о том, что нам не дано? Дело в том, что я скажу так, более-менее. Что это нельзя сформулировать в терминах причина-следствия. Как только мы начинаем говорить о причине, значит подразумеваем некое событие. Или что-то. А как только мы говорим что-то, мы должны опять... Любая формировка в терминах причина-следствия не даст нам ответа. То есть нет никакой силы, которая бы двигала на эволюцию биологически. Никакой силы почему есть? Какая-то сила? Ну это отдельный разговор, следующий мы о книге делации. А можно я ответить на вопрос, что было, когда ничего не было? Да, ничего не было. И что? Когда ничего не было, было то же, что и когда все было. И картина мира должна объяснять вот так, чтобы вот это положение сохранялось. И тогда не надо... То есть это недопустимо, да, допустимый вариант. Но у вас такого картина не получается. Когда все дано изначально, а все появляется как разворачивание. Это картина мира, скажем, многие восточные философии основаны на понимании эволюции как разворачивания. Как инволюции. То есть как... Вы считаете, что оно было заключено в начале? Я не считаю. Если вы меня внимательно слушаете, я не считаю. Это один из вариантов. У меня другой вариант. У меня другая, у меня другая, не понятно. Вот. То есть есть несколько разных вариантов. Есть у каждого варианта свои плюсы. Этот вариант имеет свои плюсы, что ответ на все вопросы готов. Но он нам не может пояснить, то есть вот эти переходы. Ну, типа, ну, так было предрешено. Ну, это тоже не совсем, потому что если все в начале, то оно уже... Ваш вариант тоже не отвечает на вопрос, какого... Нет, я не отвечаю. Нет, я просто говорю, у меня есть другие ответы. Вне данной рамки. То есть я ограничился жесткими рамками современной научной картины мира. Я выхожу за современной научной картиной мира для объяснения. То есть я скажу, в современной научной картине мира я не вижу. Я все равно этих объяснений... Я вернусь к одному моменту, в современной научной картине мира. Вот этот момент связан, опять же, с расширением Вселенной. Вот принято считать, что Вселенная расширяется. И есть темная масса. 95% по одним оценкам, 95% по другим оценкам, 97% вещества скрыто вот в этой темной массе. Саня Шленов показывает, математически показывает Космогу, что если мы не будем принимать в расчет, что она расширяется, или исключим ее расширение в модели, то мы найдем 95% из этих 98%. Вам это ни о чем не говорит? Мне это говорит о том, что люди, постулировав расширение, не постулировав, то есть приняв расширение по каким-то основаниям, поняли, что для решения не хватает темной массы, и стали ее объяснять наличие этой темной массы, то есть сами себе придумали проблему, и сами ее стали разрешать в рамках этого. Кстати, если признать локальное выполнение законов сохранения энергии, то эта проблема отпадает темной массы. Просто отпадает нам. Нам не нужно говорить о наличии чего-то, где-то, куда-то. То есть действительно можно, наверное, даже математически показать, что она возникает потому, что признано, что энергия должна сохраняться во всей Вселенной, и поэтому должна находиться где-то эта масса, которая еще не насчиталась. А ее просто и не было, и не нужно. Если отказаться от глобальности выполнения законов сохранения энергии, то она ее не нужна. То же самое касается микроволнового фона. Вот микроволновой фон примет считать, что это остатки большого взрыва. Хотя межгалактическое вещество вполне объясняет по спектру... Я говорю, что эта проблема не касается темы доклада. Это не эволюция. Это не эволюция. Это проблема изменить процессов, вполне отписываемых в метагалактике. Ни в каком изменении в ней. И какое изменение признать нам. Ну все. А вот скажешь, у вас не происходит, я так понимаю, что вот эти вот ручки зеленые, это вот законы... Ну, типа законы, да. Ну, вот смотрите, вы же сами говорили, что когда идет эволюция, то все идет в простом сложном, да? Я этого не говорил, я констатировал эмпирический факт. Ну, это же можно считать законом эволюции. Нет, нельзя считать. Почему нельзя считать? Ну, потому что это нельзя постулировать. Закон, это нужно вывести, либо постулировать. Это эмпирический факт. Вот просто эмпирический факт. Значит, это везде наблюдается. Ну, можно законно считать. Но это без разницы. То есть, как назовешь принципы, можно сказать. Вот мы наблюдаем принцип такой. Значит, не может быть вот такой картины, как бы, должна же быть какая-то непрерывность, а не может быть такого разделения. Почему не может быть? Вот это разделение на физический мир, то есть атомный мир, молекулярный, биологический. Почему не может быть? Даже сейчас я скажу, биологический, там, животный, социальный, это же наше условное разделение. Конечно. Ну, конечно, я же говорю, что я рассказываю в рамках современной картины мира. А это наша историческая ошибка. А отсюда из этого вот разделения нашего условного разделения вы вывели, что каждый из этих вот отдельных, это и самый присущий закон Саня-Посибирка. На самом деле. Я не вывел из этого, я просто сказал, что... А что? Ну, вот у вас, ну, что, свои законы. А что, нет? Нет, так не может быть. Как это? А, клетка по законам социума. Нет, вы поймите, в чем логическая ошибка? Вы сначала условно разделили нашим мышлением, да, вот? Я ничего не делаю. Нет, цельный мир... Нет, давайте я не буду обсудить. Видите, однако, здесь ничего не разделено. Я просто нарисовал отдельные выхваченные моменты. Я не делю здесь на... Допустим, я не делю на химический, биологический. Моя заключается в чем? Что нет вот такого деления, чтобы... Ну, нет деления. Кому-то что-то... Ну, нет деления никакого. Я же спросил, нет деления. Должна быть некая непрерывность и такие переходы. Не переходы... Ну, так и дело. Если непрерывность... Ну, понимаешь, я не могу нарисовать... Ну, поймите, да, такую проблему... Вы же поставили проблему, а проблему бы такой не существовало. Проблема существует, что в каждый момент времени мы можем сделать точку и сказать, вот в этот момент времени существует... Значит, умозрительно. Конечно. Конечно, умозрительно. Ну, я же... Но дело в том, что... Ну, любая... Все в науке умозрительно. Понимаете, вы предъявляете претензии не ко мне, а к науке.